МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О чем пишет сам, понимает, но от репортера скрывает. Пока его идея не для посторонних, мало ли. Проект для молодежного правительства Самарской области это всегда решение каких-то социально значимых, каких-то экономических проблем в нашем регионе, области и, возможно, даже в стране. О молодежном правительстве парень вычитал в сети. Идея стать ближе к власти и самому властью стать его в момент зацепила. На глазах у съемочной группы он ставит точку в своем проекте. Если его получится защитить, парень станет членом молодежного правительства области четвертого созыва. Если не получится, он снова поставит точку уже на своей политической карьере. Ну, я иду в молодежное правительство Самарской области, потому что это уникальная возможность. Уникальная возможность встретиться с министром, большим уже которого, и рассказать ему про свой проект. И если он понравится, то как бы он будет поддержан. Чтобы дойти до большого министра, сначала нужно молодому понравиться. Проект Алексея и его конкурентов будут проверять и нынешние члены и руководители молодежного правительства. Среди прочих и этот одетый с иголочки парень. Для Алексея он и конкурент, и наставник. В свое время место на послу зампреда правительства он выбивал без всяких стеснений. Его проект по созданию в области каворкинг-центра исчисляется суммой с шестью нулями, а уже сегодня он проводит очередную лекцию для самарских студентов. Зазывает в молодежное правительство и всем своевинам доказывает, превратиться из мальчика-студента в мужчину, политика и бизнесмена можно. Нужны только идеи и желания. Вот здесь мне кажется, что очень важно, чтобы люди знали, что они хотят делать, понимали, что это направление хотя бы на два года им точно интересно. Потому что как только исчезнет интерес, у молодежного правительства нет никаких вот этих формальных крючочков, которые бы удерживали человека. Нет ни зарплат, ни штатных расписаний, ничего нет. Есть только постановление правительства области. Сейчас в нем прописаны правила конкурса на место в правительстве молодежном. А уже в марте здесь же появятся официальные списки новоспеченных министров и председателей. Всем желающим занять место в правительстве уже сейчас нужно собрать портфель. Портфель документов, паспорт, справка с места учебы или работы, адестат, диплом, видеопрезентации, анкеты, заявления, дипломы и грамоты. Примерный план работы на год и тот самый проект. Мне хочется личностного роста. И в принципе хочется что-то сделать на благо области. Ну, решить какие-то проблемы. Я надеюсь, что у меня все получится. И я стану членом молодежного правительства Самарской области. И буду реализовывать все свои планы, все свои дальнейшие проекты в будущем. Пока у Алексея есть все шансы. Его заявку и документы успешно приняли. И уже 2 марта, когда конкурс будет завершен, они попадут в руки конкурсной комиссии. Правда, сам парень ждать итогов не наберен. Думать о судьбе региона и встречах с министрами он решил уже сейчас. Благо общественных и полезных и социально важных дел. Вокруг полным-полно.